Михаил, как вы оцениваете роль больших сетей на российском рынке в данный момент? Ключевой, наверное, тренд российского рынка сейчас это стремительная консолидация. За первое полугодие 2020 года доля десятки крупнейших сетей выросла почти на 5% пунктов и сейчас это 38% рынка. Треть рынка приходится на 5 крупнейших сетей и в этом плане, конечно, именно крупнейшие сети сейчас являются трендсекторами и они формируют ответ на изменившиеся потребности покупателя. Если говорить про конкуренцию на рынке, то события последних месяцев как-то на нее повлияли? Она уменьшилась, увеличилась? Ну, очевидно, что конкуренция стала сильнее, потому что всегда в условиях, когда рынок сокращается, а, к сожалению, во втором квартале впервые за последние 10 лет оборот розничной торговли продовольственными товарами сократился в рублевом выражении, да, то есть было сокращение в физическом выражении, но всегда это компенсировалось инфляцией. А сейчас произошло реальное сокращение пирога и вот это сокращение пирога, оно, конечно же, резко усилило конкуренцию между игроками и в этом плане уже видно, что, конечно, основными бенефициарами, победителями в этой конкурентной борьбе стали именно крупные федеральные сети, в то время как традиционная торговля резко снизилась, малые сети, к сожалению, не выдержали конкуренцию и сильно сократили продажи. Вот вы сказали о консолидации рынка, а какие перспективы сейчас у этого направления развития? Ну, очевидно, что если мы будем сравнивать с крупнейшими странами, западными в первую очередь, то нам еще очень много предстоит пройти с точки зрения консолидации. С другой стороны, путь уже не так далек, то есть если говорить про пятерку крупнейших сетей, то Россия это 33%, например, Германия это порядка 47%, то есть на самом деле мы уже очень близки, а если посмотреть там на Санкт-Петербург, то там три крупнейшие сети занимают более 50%, то есть уже с точки зрения зрелости и консолидации российский рынок, он более чем соответствует любым, скажем так, образцам, скажем так, крупнейших городов и зарубежных стран. А как на это реагируют покупатели, потребители, конечно? Ну, для потребителя это здорово, потому что на самом деле любая конкуренция и, скажем так, повышение прозрачности рынка, оно идет на пользу удовлетворению потребностей. Сейчас я бы сказал так, у российского потребителя наконец закончился вот этот первый этап удовлетворения потребностей как бы по маслу, да, когда, условно говоря, потребитель перестал бояться ходить в магазин, он перестал испытывать там стресс в магазине, что его, не знаю, там обманут, что товар будет некачественный, что его там обхамят, например, что ему придется защищать свои права. Вот, к счастью, этот момент он сейчас ушел. Уровень конкуренции уже такой, что потребитель имеет возможность выбирать. Он имеет возможность выбирать между каналами, покупать онлайн или офлайн, он имеет возможность выбирать между форматами, идти в гипермаркет, супермаркет, в магазину дома. И на самом деле это фантастически здорово, потому что сейчас мы видим, что стратегии крупнейших сетей, они меняются в сторону четкого понимания, что только через удовлетворение потребностей покупателя, через формирование позитивного клиентского опыта обеспечивается какая-то конкурентоспособность. То есть сейчас невозможно просто, не знаю, дать низкую цену или дать какую-то отдельную составляющую для того, чтобы потребитель был, условно говоря, лоялен к тебе. А главный тренд, наверное, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что действительно потребители стали, они чаще ходят в магазины, но при этом они четко выбирают, кому они отдают свою корзину. То есть в этом плане мы видим, что программы лояльности сетей, индивидуализированные предложения, таргетированная реклама, все вот эти моменты они приводят к тому, что покупатель уже, скажем так, все больше денег оставляет у своего любимого ритейлера. И, по сути дела, конкуренция основная сейчас идет за то, чтобы этим любимым ритейлером стать. И здесь интересно, что мы привыкли, что это конкуренция между крупнейшими такими именно федеральными оффлайновыми сетями. А ведь на самом деле в эту конкуренцию сейчас активно вмешивается Яндекс, активно вмешивается Сбербанк и так далее. И вот здесь вот основная, скажем так, основной фокус. Кто же быстрее станет вот этой уникальной экосистемой, из которой покупатель не сможет уходить? Банки и Сбер, Яндекс и онлайн, X5 и, условно говоря, ритейл. И если мы посмотрим на то, что делают эти компании, они делают примерно одно и то же. Они делают такую комфортную экосистему для покупателей, из которой не хочется уходить, да, в которой хочется оставаться и хочется удовлетворять как можно большее количество своих потребностей с точки зрения покупок. И это на самом деле очень круто, потому что действительно сейчас российскому потребителю, вот можно с уверенностью сказать, что с точки зрения там и качества сервиса, форматов магазинов, инвестиций ведущих игроков, цифровизации, инноваций мы абсолютно не уступаем вот практически никакому городу, там не знаю, ни Нью-Йорку, ни Лондону, ни Берлину. То есть это на самом деле фантастически круто. И на самом деле вот это результат той конкуренции, в которую никто, к счастью, достаточно активно не вмешивается. И вот эта вот реальная конкуренция с минимальным вмешательством государства, вот, она дает такие фантастические результаты, которые мы как потребители уже на самом деле очень отчетливо чувствуем, потому что новое поколение, да, вот молодежь сейчас, они уже совершенно по-другому воспринимают ритейл, они по-другому воспринимают розничные компании, они видят это все через призму онлайн, они видят это все через призму омниканальности. И это фантастически круто, потому что еще очень важный результат, который есть, это то, что растет уровень социально-экологической ответственности. То есть ритейлеры не только идут в зарабатывание денег, в завоевание какой-то такой лояльности покупателя, да, условно говоря, какими-то своими предложениями, но они реально строят бренды. А бренды сейчас не могут быть построены без социальной, без экологической ответственности. Это хотят потребители, и очень приятно, что крупнейшие федеральные ритейлеры на это отвечают. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, что с одной стороны, конечно, российский рынок становится действительно зрелым, он становится действительно очень сложным, но при этом для покупателя это фантастически здорово, потому что его потребности и материальные, и, к счастью, духовные, можно об этом как бы смело говорить, да, потому что он может помогать бездомным, он может помогать, там, не знаю, что для животных делать, он может понимать, что он что-то делает для окружающей среды, и в данном случае его агентами в этом, вот в этих потребностях уже духовных, более высокого уровня являются крупнейшие федеральные сети. Еще там пять лет назад об этом, ну, честно говоря, сложно было подумать, а сейчас это уже как бы постоянная история. Поэтому, я считаю, что нам очень повезло, и несмотря на то, что в целом, конечно, внешняя ситуация, она неблагоприятствует, но и на самом деле те многомиллиардные инвестиции, которые сейчас осуществляют, там, крупнейшие ритейлеры, и в целом ритейл в то, чтобы обеспечить безопасность покупателя, да, санитайзеры, очистка и так далее, и так далее, и так далее, на самом деле это тоже очень серьезный вклад в безопасность, и это огромная ценность, которую ритейл сейчас дает потребителю, ну, в общем-то, сверх своих каких-то прямых экономических функций. Как покупатель, оно стоит столько радоваться, такому развитию событий. Да, и радоваться, и при этом быть строгими, придирчивыми, оставлять отзывы, оставлять обратную связь и так далее, очень важно, что сейчас мы видим, что действительно ритейлеры всерьез задумываются и начинают очень четко, быстро, акцентированно реагировать на эту обратную связь, да, то есть количество отзывов уже у ряда сетей осуществляется миллионами, и это на самом деле реальная возможность не просто быть покупателем и каким-то таким сторонним, да, как бы оценивающим, а реально принимать участие в возможности и оценить конкретный товар, и оценить магазин, на самом деле, и так далее. То есть на самом деле покупатель получает не только, как бы, какое-то такое удовлетворение, и как бы этим, но и получает огромные возможности по тому, чтобы повлиять на свои персональные предложения, свою персональную какую-то информацию, которую он получает, и самое главное, как бы реально повлиять на ассортимент, реально повлиять на магазин, в который он ходит, и который, ну, по большому счету, уже можно смело говорить, что покупатели все больше, наверное, действительно в какой-то степени уже любят, да, хотя раньше максимум, о чем мы могли говорить, что хорошо, когда не ненавидят, а сейчас совершенно другая ситуация. Спасибо большое за ваше мнение.